Всем привет, друзья! Эриадор расширяет свое жизненное пространство, завоевывая новые и новые территории. Теперь у нас немаленькое количество областей, уже почти 20. Точнее, 19. 14 из них города и 5 крепостей. Не все крепости развиты достаточно. Вот, к примеру, Аргонт. Его еще строить и строить. Но тут у нас есть кожевенная мастерская. Уже хорошо. Видимо, построили лесные стрелки. Северяне. А ну, а ну, кто это? Ближний бой 5, дальний бой 6. Так, кожевенную мастерскую, наверное, Изенгард построил. Общая защита 2. Цена найма 270, содержание 150. Ну, лучников у нас в армии, конечно, хватает. Я вот бы лагерь лесорубов построил. Или по-быстренькому грунтовые дороги за один ход сообразил. Строительство дорог. Вот вам, пожалуйста, гнутовые дороги готовы. От хоббитов есть толк. Прок. Хоббита прок. И что мы еще можем на этом ходу сделать? В общем-то, мы распределили наши армии. Одна из наших крупнейших армий вторглась в Эннед Вайт. И будем начинать забирать вражеские поселения. И остальные отряды, кто побитый, кто по другому поводу, расползаются по нашей империи. Все идут на север. Потому что на севере мы получили донос от нашей северной армии, что не хватает бойцов для того, чтобы справиться с гарнизоном Карн Дума. И поэтому все, у кого есть возможность, все, кто может отлучиться от борьбы на юге, отправляются на север. Здесь мы подавили сопротивление диких племен Думланда. Ну, фактически сопротивления не было. Сражаемся с передовыми отрядами. Даже передовое поселение орков мглистых гор захватим, скорее всего. И добиваем Эйзенгард. Теперь наше дело расти и совершенствоваться. Так, что и где мы можем построить? Бри строится. Там строится при стенке могильники. Найм переобучение. Дозорный пост, 4 хода, либо трактир для еще одного, для еще одного шпиона. Кожевенная мастерская, конюшни или поля. Ну, давайте, наверное, поля построим. Хотя, стоило бы вкладываться в торбады. Увеличение количества товаров, увеличение дохода. Им-то опасность не очень угрожает. А если развивать эти городишки, то они будут приносить не по 590 монеток, а уже побольше, по 1000 и более. Аргонт взяли. Алимир, что тут у нас? Сейчас проверю. Может быть, я могу кого-то в этой армии уволить. Сколько мы платим хоббитам-лучникам? Дальний бой 9. Общая защита 2. А платим мы им 130. Неплохо. Стражи отпорной городьбы, но ее увольнять грех, потому что в бою она себя проявила, а содержание у нее мизерное. И, кстати, я подготовил для вас, друзья, военный отчет. Ну что, передаем ход дальше. В общем-то, я не вижу, кем и как мы могли бы действовать еще. Деньги-то мы практически потратили. Можно, конечно, отправить отряды, но, правда, не хочется оставить поселение без защиты. Только когда подойдет подмога. Сколько нам понадобится воинов? Аман Сул вряд ли отсюда грозит какое-то нападение. Если что, можно гарнизон из Сидона увезти. Поэтому, наверное, Аман Сул лишится своей защиты полностью. И мы будем переводить наших воинов на атаку остатков Гундабада. Собирать большие армии и воевать. А что это у нас? Дозорный пост строится. В принципе... Ладно, оставим. Стражников отпорной городьбы от них никакого толку. Передаем ход далее. И как раз военный отчет. Да, армия выросла. У нас было 1733 воина на первый ход. Сейчас стало 2211. Но, определенно, мы понесли потери. И число кавалерий было 128. Уменьшилось до 94. Это Гендальф нас покинул. Его кавалерийские отряды. Никто не нападает. Пока что инициатива целиком и полностью принадлежит нам. И потеряли половину отряда стражников Зеленого Тракта. В зимнее время. Совет дворян нам советует поставить 4 отряда Форнаст Эрайн. За это мы получим награду войска. У нас как раз по пути туда идут армии. Где бунт? Селение Лассотов. Ну, ничего не могу сделать. Итак, топорщиков было 124. Стало аж 392. Зреет такая сильная фракция внутри нашей армии. Это топорщики. Лучников было 898. Стало 941. Копейщиков, мечников, тяжелой пехоты было 583. Стало 784. Всего 2211. То есть число воинов увеличилось на 500. То есть на 1 четвертую. И платить мы стали за это все на 1 четвертую больше. Плюс 1500 к нашим расходам. 5075 стоило содержание на первом ходу. И 6552 стоит содержание армии теперь. А уже 6969. Так, ну бунт мы переживем. Найм агента. Он у нас в Бырике был нанят. Сейчас мы его отправим следить. Либо следить за орками мглистых гор. Либо он у нас дублировать функцию этого агента будет. Да нет, пожалуй, не будет. Значит будем следить за орками мглистых гор. Я вот правда не знаю, куда его сюда лучше отправить. Или все-таки отправить. Ну хотя что смотреть со стороны моря. Ост ин Эдиль. Вот наша крепость здесь. Они мимо нее незамеченными не пройдут. То есть нам если отправлять, то отправлять его куда-то сюда. Здесь я вижу повстанцы. Стерегут дорогу. Раз, два, три, четыре. Сюда даже отправились беглецы. Ну что, в принципе будем захватывать тогда. Два отряда следопытов. А нужны ли они уже тут? И если мы здесь одержим победу, то куда отправим нашу армию? Четыре хода до сдачи. Я думаю, Рохан не сможет удержать это поселение. Но нам бы стоило оставить нашего шпиона последить за этой осадой. Потому что от результатов этой осады многое зависит. Так, тут пока ничего делать не буду. Доклад о строительстве. Ануминас и Форнастерайн. Форнастерайн. Здесь возможен найм лесорубов. Поэтому мы, конечно же, берем их. В Ануминасе, я так понимаю, тоже ополчение Бри готово для нас. Благополучие, это значит прирост населения. Хорошо. Потрачу на это деньги. Наверное, вперед пойдет один отряд. Я уже научен тем, что может произойти, когда посылать отряд неумело. Можно наткнуться на мятежников. Ну а Гундабад так и собирается. В Карн Думе. Тут у нас горные тролли. Ох, и отряд Гордуфа Горбатова. Один отряд Лучников, два отряда Лучников, налетчики Снага и копейщики Гоблинов. Интересно, какой будет гарнизонный скрипт. Мы пока подводим новые войска в качестве подкрепления. Можно даже попробовать выманить. К примеру, в армию Арагорна пойдем. Итого у нас будет здесь очень много стрелков. Нам не хватает только тяжелой пехоты. Какой же эти опасные леса. Догоняет наша кавалерия, но никак не может угнаться. За остальными подкреплениями посол высших эльфов тут чего-то бродит. Но этих парней ждать, это же мы можем вечность целую их ждать, пока они придут. Это уже, так сказать, атака на сам Гундабад. С ними будет. Новый член семьи. Итоги хода отлично. Сначала пошлем нашего дипломата. Пусть он нам покажет, кого и сколько где сидит. Талсир мы не увидим. Но я бы все-таки отправил бы свои армии в обход и захватил бы сначала Лонгангрен или Лонгдайр. Я даже не помню, какое поселение находится здесь. Бырик у нас в безопасности. Но хотелось бы отряд кавалерии все-таки освободить. Поэтому, наверное, переправим туда двоих ополченцев. Отсюда ополчение уводить не будем. Тихо, тихо. Плохая дорога, плохой путь. Знаю, что там может присутствовать. И Аргонт надо обстраивать. Но нет финансов. Нет и все. Сейчас проверим, можно ли где-то что-то нанять. И, наверное, 710 монеток все-таки оставим. Прибережем. Тут ополчение наняли и тут наняли лесорубов. Гарму пока ничего не угрожает. Воинов убрать отсюда, не убирать. Воссоединение армии состоялось. Но вот сможем ли мы застрелять, если, к примеру, здесь появятся еще какие-то отряды. И как мы вообще с ними воевать будем. Нам бы подождать хотя бы пехоту, которая будет тормозить. Раз, два, три, четыре. Сколько? Три хода. Три хода. И самое дальнее. Четыре хода. Хм. Да, придется ждать. Много времени. Много времени, увы. К сожалению. Да. Так. Ну, так как помочь они нам смогут, только очень опосредованно. А я думаю, мы двумя отрядами и так справимся. Плюс у нас топорчики. Хотя помощь нам не помешала бы. Кто знает, как сложно будет убивать этих парней. Я надеюсь, вы придете в качестве помощи. Ага, нет. Ничего и не получится еще. Осада пока не состоится. Ладно, вот так вот быстро прошел двенадцатый ход. И ничего мы не можем сделать на этом ходу. Ждем следующего хода. И следующий хоббит, о котором я хотел бы рассказать, это Мериодок Брэнди Бак. Он у нас представитель Племени Хватов, по-моему. Когда-то он говорил про Энтов такую фразу. Но про Энтов, понимаешь, как-то мне странно думается. Не такие они смирные, не такие смешные. С виду-то они, конечно, чудаковатые, тихо, нетерпеливые, опечаленные, обиженные. Бандиты отошли. Ага, понятно. Митрандер пришел на помощь, я так понимаю. Он пришел на помощь Гондору. Обойденные жизнью. Но если их обидишь, тогда хватайся за голову и смазывай салом пятки. Вот так вот говорил Мери. Сообщение военного советника. Повелитель, прекрасные новости. Наши оружейники и вербовщики работают в полную мощь. Колеса военной машины вращаются все быстрее. Вся наша инфраструктура готова предоставить вам лучших солдат. А вам остается только повести их к окончательной победе. Да-да-да. Еще один бунт. Интересно, сколько бунтов продержит это поселение. Если нам дадут какое-то задание. Вау-вау-вау-вау. Я же забыл. Прошел мимо Форнаста и Райна своими отрядами. А нам там нужно собрать... Четыре отряда всего, чтобы получить войска. То есть, к примеру, кинуть пару отрядов отсюда. И один отряд, к примеру, топорщиков, можно кинуть отсюда. Или дойдет. Держать не хочется отряды. Идти-то долго все-таки. Осторожненько. Доходит на следующем ходу. То есть, вот они, наши четыре отряда. Поэтому можем спокойно продолжить движение нашими армиями вперед. А вот и передовые отряды орков Гундабада. Что ж, я знаю, как с этим справиться. Во-первых, всю армию переводим сюда. Кроме кавалерии. Тут интересно идет найм. Пока найма не вижу. И два отряда кавалерии мы отправим... Нам без разницы даже как... Отбить осаду Литоша. Один ход для того, чтобы поставить осаду. И второй ход как раз мы придем на помощь. А пока что наша группировка здесь наращивает свою численность. Так, наверное, все-таки лучше кавалерии проверить леса на наличие повстанцев. Два, два. Приближаемся. Сколько три хода остается. В Бридиум. На переобучение. А дальше следуем в сторону севера для атаки Гундабада. Можно было бы отправить еще воинов. Вот он Лондайр. Показался впереди. В Длиннохвостье нанят один отряд. И мы его тоже ведем на север. Тут нам врагов ждать неоткуда. Так что можем... Особо по этому поводу не переживать. Так, в состав атакующей армии. Гарнизон Бырега. Нет, Дунард захватить ребятам не удалось. И они, видимо, вынуждены были отступить. Ладно. Ого, а в Толсире мощная группировка собирается. Ладно, мы Лондайр захватим. Оттуда к Лондангарену пойдем. А уже оттуда пойдем в сторону Толсира. Я думаю, сейчас у Изенгарда особо выбора никакого нет. Сейчас попробуем договориться с Роханом о чем-нибудь. Дунард. Оставим без внимания. Нам, в принципе, все равно, куда ребята пойдут. Следить за ними тоже можно не следить. У Рохана тут достаточно сил, чтобы сдержать нападение Изенгарда. Итоги хода хорошо. Аман Сул и Северный Тарбат. Построен был Амбар. Если это селение мы сдадим, то в этом селении у нас уже есть кое-какая оборона. Ну что, давайте завладеем Ост Ин Эдилем. Так сказать, вопьем кинжал в спину оркам Глистых Гор. Им сейчас хватает врагов. Они и с лесными эльфами, и с эльфами Лориена разбираются. Плюс, если Форд Светлый находится под влиянием Рохана, то у них проблемы еще и с ними. Срахирим. Мариадок Брэнди Бак, обычно называемый Мэри, был хоббитом, одним из самых близких друзей Фродо. Он увлекался лодками и пони, испытывал большой интерес к картам Средиземья. Он также является родственником Фродо. Развертывание войск. Ну, в общем-то, что нам нужно? Нам нужно сохранить поселение в целости и сохранности. Это означает, что мы не будем пробивать стену, тратить деньги на ремонт этого дела. Мы будем идти через врата. Но сначала нужно разбить пехотку гоблинов, которые пробуют защищать здешние врата. Да, давайте разбивать. Поближе подходим. Этих парней можем подвести ближе. Мэри родился в 1982 году Третьей Эпохи. Он был единственным ребенком Сарадока Брэнди Бака, хозяина Бакленда и Эсмеральды Тук, младшей сестры Паладина Тука, что делало его кузеном Пиппина, который был, очевидно, его самым близким другом. Мэри считался наиболее проницательным и сообразительным из хоббитов. Например, даже до того, как Бильбо Бэггинс покинул Шир, он знал об одном кольце его могуществе. Он охранял Бэг-Энд после вечеринки Бильбо, защищая Фродо от разнообразных и часто нежелательных посетителей. Хобгоблины. Вот кто сюда пришел. Мы их хорошо обстреляли. Сейчас даже попробуем отойти. И кто тут у них остается? Налетчики Снага. Их бы тоже издалека обстрелять не мешало бы. Поэтому мы наших воинов подводим ближе. Такие решились тут отстаиваться. А ну сюда. И вы тоже. Огонь только по моему приказу. Можно топорщиков отправить, но хобгоблины их быстро уничтожат. Я лучше отведу таран, чтобы не мешал моим стрелкам работать на отстрел этих самых хобгоблинов. Сюда. Враг отступает. Мы в принципе можем заходить. Они нам тут полянку оставили. И уже отсюда будем организовывать дальнейший обстрел. Пока. Если и потеряли, то всего пару солдат. Тех, кто занимался тараном. А вот теперь осторожно. Стоять. В сторону. В сторону. И вы тоже в сторону. Пару залпов и даже хобгоблины будут разбиты. Тем более они повернулись к нам спиной и решили отступить на площадь, чувствуя, что их силы здесь для победы явно недостаточно. А нет. Ладно, заведем тогда топорщиков. Что-то они тут решили побегать туда-сюда. Может быть хотят, чтобы мы израсходовали остатки стрел. Девятнадцать. Восемнадцать остается их. А, вон там подкрепление идет. Давайте. Еще один хороший залп. Хорошая защита у парней. Топорщики вышли вперед. Сюда. И хобгоблины решили отступить. Топорщиков отводим. Это в наших топорщиков, что ли, кидают? И расстреляем застрельщиков почти в упор. Они пока будут там чесать свои затылки или что они там чешут. Подводить свои отряды поближе сюда. Мы сможем парочку залпов сделать. И может даже удастся обратить их в бегство. Ребята подходят. Да, часть моих стрелков они все-таки убили. Четверых, уже пятерых. Ну-ка, залпы давайте. Активней. Думаю, нам быстрее их удастся расстрелять, чем топорщиков вводить и пытаться разбить. Они для этого стоят удобно. 5% наших потеряли. Все, враг бежит. Отлично. Остались только хобгоблины на площади. Сейчас мы этих дорасстреляем. Никто не ушел на площадь. Да, никто не ушел. И эти тоже не уйдут. Два попадания было, но парень таки ушел. Третье попадание. Живучий гад. Он вернется за своей порцией. По-любому вернется. Нам теперь надо обстреливать хобгоблинов. На этого парня можно даже внимания не обращать. Что-то там еще кидает. А ну, сдохни, гад. Все. Зарешали с ним. И добавим еще к нашим жемчужинам и границам дополнительное поселение. Можно, конечно, попробовать... Ага, дипломат у нас не возле высших эльфов. Обменять поселение. К примеру, высшим эльфам отдать тот же самый Ост и Недиль. А себе забрать Алимир. И тогда у нас будет весь набор для того, чтобы восстановить Арнор. Никак. Ну, атакуйте тогда. Добейте врага. Девять на двести пятьдесят четыре. Уже не две тысячи двести одиннадцать воинов. Уже у нас две тысячи двести два воина. Девятерых унесла война с орками Мглистых гор. Хотя, в принципе, дипломата мы со временем второго создадим. Нам понадобится два дипломата, чтобы под контролем держать ситуацию. Занять, занять поселение. Еще одного лазутчика нет. Это будет слишком. Мы можем построить лагерь лесорубов. А вот сможем ли мы этих лесорубов нанять? Придется обелиски строить. Пока что не по карману мне это дело. Оставим кого-то защищать. Наверное, лесорубов один отряд. А вторым отрядом будем идти к переправе. Если что, готовится отражать нападение на Южный Тарбат или Берик. Низкие налоги. 3000 в нашей казне и еще 3000 придут. В качестве доп. дохода. И тут совсем чуть-чуть не дошли. Что там наш дипломат? Рядом совсем с Роханом. Отстраивать Тарбат! Или вложиться в Форнастый Райн. Или построить что-нибудь. Но здесь мы если и построим, то нанять это мы не сможем. А что у нас в Форнастой Райне? Кожевенная мастерская. Ферма Обелиски. Нет, тогда уж лучше что-то в Тарбаде построить. Три хода еще лесорубы. Либо в Тарбаде, либо попробовать для обмена, к примеру. Тут мы ничего не можем построить. А в пристенках дозорный пост и ополчение Бри опять иметь возможность нанимать. Тогда поближе, поближе к нашим территориям. Тарбад самое подходящее место, потому что здесь есть культура. Это у нас будет либо дозорный пост, либо охотничий лагерь. Увеличение дохода, либо дом старосты. Ладно, пусть будет дом старосты. Еще 2000 у нас есть. Давайте посмотрим, может быть где-то можно построить дороги. Здесь дороги у нас есть. В могильниках не предусмотрено. В Аргонде дороги есть. Можно в Берике дороги построить, и тогда перемещение будет быстрым. Или лагерь лесорубов. Ага. Не найму я здесь лесорубов. Здесь у меня всего лишь 14%, а надо 10%. А может и найму. Давайте, наверное, лагерь лесорубов тогда организуем. Застраивать Ост и Надиль я не хочу пока что, потому что непонятно какая будет ситуация. Может быть придется его бросать. Ладно, кинем, значит. Трактир строить не хочу. В лагерь лесорубов, либо поля. Пусть будет лагерь лесорубов. Вот так вот сделаем. 300 единиц у нас остается монеток золотых. Хорошо. Ничего мы сделать на этом ходу нет. Можем нашим шпионам посмотреть, какова ситуация. Вот они, орки Мглистых гор. И тут их немало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отрядов. Среди них Варги и еще три отряда будут объединяться в армии. Но мне больше интересно, не идут ли случаем какие отряды в сторону Сидона. Нет, не идут. Значит будем следить за этими врагами. И можем приспокойненько передавать ход дальше. Я надеюсь, я ничего не упустил. Итак. Мэри. Мэри был хорошо подготовлен и организован. Он также играл важную роль в тайной организации, в которую кроме него входили Сэм Пиппин и Фредигар Больгер. Более известный как Толстяк из-за его полноты и которая помогала Фродо. Поэтому даже до того, как миссия по уничтожению кольца началась, Мэри был хорошо подготовлен и организован. Он собрал их принадлежности и привел пони. Предложенный им путь напрямик через Старый Лес не сослужил им хорошую службу, хотя они и были спасены Томом Бомбадилом. И избежали преследования со стороны Черных Всадников. В могильнике он нашел свой меч работы нуменорцев. Кстати, опять мятеж. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой-ой-ой. Восемь отрядов мятежников. Да. Может дадут квест. Лесные эльфы. Гондар. Очень хорошие отношения. Меня это радует. Итак, и мы можем выполнить квест на снабжение Форна, Стайрайна дополнительными отрядами. Четыре отряда есть. Я надеюсь, этот отряд считается. Вы получите в награду войска. Войска нам пригодятся. Итоги хода. Финансы Дикари Дунланда. Вот бы завладеть их финансовым каким-то путем. Литаш. Литаш пока не осаждают. В чем дело? Давайте отправим нашу кавалерию. Ребята нашли цель попроще. Грамм. Их нужно срочно остановить. Ну, Арагорн справится с этим. А пока что мы получаем дополнительные войска. В Карн Думе никаких подкреплений не ожидается. Отправим вперед кавалерию. Она нам расскажет, есть ли в этих лесах... Ай-яй-яй-яй-яй. В этих лесах есть много... Хитрого и неприятного. А наша кавалерия уже проделала свой основной путь. Ну, что же мы можем сделать тогда? Надо атаковать и по-любому разбить эти подкрепления, а потом ударить по этим подкреплениям. У нас тут есть армийка, которая могла бы выставить... Вперед определенные силы, при этом не подставляя всю остальную. Ох-ох. Ну, в общем, вы понимаете. Это уже стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп отчет о достижениях. Что это я нажал? В данный момент вы на полпути к награде. Чтобы получить очки достижений, ваш предводитель должен активно участвовать в битвах. Награда будет дана только в том случае, если он самолично завоюет какое-либо поселение, одержит героическую победу в полевой битве. Очки даются за следующее деяние. Героические победы в битвах в открытом поле, завоевание поселений, выполнение миссий, казнь пленников или отпущение их на волю. Просто действуйте по наитию. Это я нажал С, букву, и вот такой вот отчет выскочил. Промахнулся немножко. Ну, понятно. Понятно, что мы будем делать. Мы будем атаковать парней. Кавалерия у нас есть. И будем продвигать наши армии дальше. Возле лесов не ходим. Лесными тропами не продвигаемся. Знаем, чем они опасны. Ай-яй-яй, промахнулся чуть-чуть назад в бри, паренек. Куда парни ушли? Не к нам случайно. К нам направляется объединенная огромная группировка. Это Кост Инедилю. А встретить ее? Можем ли мы встретить ее где-то на переправе? Четыре отряда стрелков и один отряд топорщиков. Не совсем хороший вариант для того, чтобы остановить врага. Да, осаждаем. Два тарана закажем и захватим это поселение. Потом нужно будет побыстрее вернуться. И давайте попробуем организовать переговоры с Роханом. Рохан захватил Геннард. Торговый договор. Гондор и правопрохода, к примеру. Плохо. Ай-яй-яй. Жалко. Ну и, конечно же, я знаю, что вас всех интересует. Давайте пожертвуем интересами нашей империи и пойдем смотреть на то, что происходит возле Гондора. Так и быть. Вы же хотите на это посмотреть? Я уверен. Нам нужно подкрепление как-то сообразить. Небольшое. Ну, кавалерия придет на помощь, допустим. Отсюда смогут подойти и отсюда смогут подойти на помощь. Держать эту армию. В случае чего они могут отправиться и в сторону Тарбада. А этим еще как минимум два хода нужно будет. Ладно, мы нашим шпионам можем пройти вперед. Посмотреть, не идут ли какие подкрепления. Потом вернуться. О, хорошо. Топорчики мне пригодятся. Главное, чтобы враг не запустил свои когти ко мне в тылы. Тогда, где я их не жду. Арагорн, видите, где нам пригодится? Пригодится бороться с заразой вражьей. На всякий случай наймем отряд. Наши армии увеличиваются. Растут числом. Да, 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 да. И на этом, наверное, серию закончим. Удачи вам, друзья, и хорошего настроения.